Доброе утро! Всем доброе утро! Шалом! Дорогие друзья, всем добрейшее утро! Скоро у нас уже весна наступает, осталось совсем немного, всего лишь месяц всего осталось. Есть вот люди, живут прошлым, а есть люди, живут будущим. Вот я живу в будущем, я живу уже весной, у меня уже весна, можно сказать, наступила. И, значит, есть люди, живут в будущем, да, некоторые живут уже в Аламаба, они представляют, Аламаба это грядущий мир, они представляют себя в раю, в грядущем мире, радуются, как им будет хорошо после смерти. А есть люди, боятся умирать, они думают, будет там плохо. Понимаешь? Вот это вот главная разница между людьми, или люди боятся умирать, или люди не боятся умирать. Тот, кто не боится умирать, тому и жить веселее. А тот, кто боится умирать, ему жить грустнее. И получается интересно, что Исаф, когда, помните, с Яковом он разговаривал о жизни, вообще у них была беседа, покупать первородство, не покупать. Так, Исаф сказал Якову, он говорит, я иду умирать, он говорит, я иду умирать, то есть, я, говорит, после смерти, я не собираюсь жить, поэтому зачем мне эта духовная жизнь. А в этой жизни я как-то сам справлюсь, потому что, ну, на уровне, как бы, получения удовольствия, так я, как и сам разберусь. Вот такой у них был разговор, да? То есть, это разница между людьми, или ты живешь в долгосрочной перспективе, и насколько долгосрочной, или краткосрочной. И то же самое в отношениях в бизнесе, очень многое зависит от перспективы, на которую ты рассматриваешь свою жизнь. И каждый поступок, или каждое действие, каждый шаг, он имеет значение в зависимости от перспективы, в которой ты его рассматриваешь. Но многие люди, они живут на заднем приводе, как бы, они, каждая, у них нет нового, они говорят, да я знаю, как будет, а как будет, как было. Другие говорят, нет, как было, не будет, потому что я хочу, чтобы было по-новому. То есть, они смотрят с передней перспективы, а другие люди смотрят с задней перспективы. А мы смотрим с перспективы Торы. Хорошо, начинаем, да? Все, сейчас шаббат, 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 шаббат в конце будем говорить. Значит, вон водичка есть. Все, у нас сейчас восьмая глава, восьмая глава. И мы дошли до того, что восьмая глава, она нам как бы, смотрите, как интересно. Седьмая глава говорилась о пути, по которому идет, в человека заходит идолопоклонство, чуждые философии, вот эта развратная женщина, там ее уловки и так далее. То есть, была как бы, прошлая глава, она описывала приемы, инструменты зла, которыми зло совращает человека. Эта глава, она нам рассказывает о уровнях божественной мудрости, хахмы мудрости, о том, как идет интеллектуальное вообще, как идет духовное, интеллектуальное развитие человека. И, значит, мы дошли до шестого отрывка. В пятом отрывке советовал царь Соломон наивным и грешникам по вожделению, значит, советовал царь Соломон наивным и грешникам по вожделению научиться управлять собой. Теперь, дальше, шестой отрывок. Шиму ти недидим адабер, умифтах сфасаемый шарим. Значит, говорит нам, продолжает царь Соломон, продолжает нам и говорит, послушайте, говорит, буду говорить о важное. Недидим это важное или к важным буду обращаться. Тут тоже вопрос, вот считает ли человек себя важным и слова важными. То есть, если человек придает чему-то важность себе или каким-то словам или какому-то делу, то он любой аспект реальности, он может выделить как важный. То есть, поднять его среди, ну, вокруг очень много всего. Или человек про себя может думать разное, там может про себя думать, а кто я такой, а может думать, да я вообще просто красавчик. То есть, тут весь вопрос, как ты наделяешь, что ты наделяешь важностью. Так, здесь в шестом отрывке говорит царь Соломон, шиму ти недидим адабер. Недид это, можно сказать, и важные слова, или к важным я обращаюсь. В общем, в любом случае, давайте прислушаемся, допустим, даже если человек не считает себя важным, тогда слова важные. Если человек себя считает важным, он в этот момент прислушается, то есть, лично к нему обращается царь Соломон. Умифтах свасаемый шарим. И открывая я уста, он говорит, для того, чтобы сказать прямые слова. Вот здесь тоже интересно, что я слышал это от Рава Гольшмета, такую мудрость, очень мне понравилась, прям очень большая мудрость. В письменной торе написано, что в твоем поколении ты придешь к мудрецу, который будет в твоем поколении, и ты должен его слушаться. Даже если он скажет на левое правое и на правое левое. Очень странно. Потому что, ну что же это за мудрец такой, что на правое говорит левое, а на левое правое. Ну, тора нам сказал, что если мудрец скажет тебе, что правое это левое, а левое это правое, так ты должен его слушать. Так он говорит, смотрите, говорит, вот вдумайтесь в то, что написано. Если бы было написано, если он тебе скажет на белое и черное, а на черное и белое, или на каменное скажет, что это деревянное, на деревянное скажет, что это каменное, так не написано. Написано на правое левое, а на левое правое. Он говорит, правое и левое это очень субъективная вещь. То, что для одного правое, а для другого левое. В зависимости от того, с какой стороны ты стоишь и смотришь. То есть, во всех субъективных вопросах, где человек накладывает свое субъективное, свой взгляд на вещи, как тебе мудрец скажет, так и слушает. Потому что он обладает объективным взглядом, взглядом торы. Но если он будет тебе искажать факты и скажет на белое, черное, а на черное и белое, ты его слушать не должен. Только в субъективных вещах ты должен положиться больше на взгляд и разум мудреца торы, чем на свой. Левое правое, а правое левое это очень субъективная вещь. В зависимости только от ракурса, где ты стоишь. Очень большая мудрость. Теперь здесь в шестом отрывке царь Соломон говорит, послушайте, говорит, что я вам скажу. И я вам скажу сейчас прямые слова. То есть, не правое левое, не левое правое. Вообще прямые вещи, которые, ну вот, главные, основные. Седьмой отрывок. Давайте, что он хочет нам сказать. Он говорит, смотри, говорит, потому что истину произнесет мое небо. Очень странно, почему именно небо произнесет истину. Тут он как бы разъясняет, что такое прямые слова. Вот здесь взгляд тора очень сильно отличается от взгляда такого обычного. Что такое хорошо, что такое плохо, что такое прямо, непрямо. Яков, который приходит к Ицхаку, переодеваясь в Эйсава, в его одежду. И получает благословение. Это честный поступок. Хотя, казалось бы, он выглядит вообще полностью как нечестный. Как это может быть? Вот, смотрите. Когда-то я читал, это Раф Деслер. Он на этот вопрос целое сделал исследование. Вот мы берем, например, человека. Он подходит на улице к бабушке. И говорит, бабулька, давай я тебе, вам помогу через дорогу перейти. Сделаю вам доброе дело. Бабушка говорит, да, сыночек, давай. Он его переводит через дорогу. И по ходу дела он у нее сумочки вытаскивает, бумажник этот, кошелек с ее пенсией. У нее больше денег нет. Она умрет голодной смертью. Можно ли назвать вот это действие, перевод ее через дорогу, хорошим, правильным, добрым делом, если целью его, этого дела, было украсть кошелек? То есть, с одной стороны, это выглядит как доброе дело. То есть, ну вот он ее ведет, он ей помогает, он ее переводит. Но целью его, этого бандита, было украсть ее кошелек. То есть, мы видим, что добро и зло, оно очень сильно зависит от намерения того, кто делает. Если Яаков в этом переодевании, он выполнял волю мамы. Мама ему сказала, иди, я все беру на себя. Это мой тебе приказ, ты должен это делать. А какие были у мамы основания, так сказать? А мама, оказывается, она получила пророчество, что старший будет служить младшему. Ну, то есть, она через пророков, она от Бога получила сигнал, что так надо сделать. Все. То есть, мы идем за истиной более высокого уровня, чем истина, которая... Тут, опять же, есть но. А если люди, каждый начнет, как в Советский Союз, например, мы будем бороться за мир до последней капли крови. И мы будем там, например, чтобы бедные жили лучше, мы убьем всех богатых и заберем у них деньги. То есть, здесь все очень относительно, относительно... Ну, вообще, в этом мире все относительно. И если мы хотим найти что-то неотносительное, то мы должны все равно опереться на какой-то высший источник знания. То есть, и поэтому Тора от Бога... Бог сказал, это добро, это зло, это дело, это не делай. А когда человек съел от дерева познание добра и зла, он попытался забрать себе это, право наделять вещи смыслом добро и зло. И Бог ему сказал, нет, вот добро и зло, это то, что написано в Торе, добро и зло. Все остальное это субъективно и придумано. Поэтому царь Соломон говорит, что... Седьмой отрывок. Потому что истину изрекает мое небо и объясняют нам мудрецы. Небо это глубинная часть горла. То есть, истину можно увидеть только если ты зайдешь в глубину вещей, в суть вещей. Это такая метафора. Мишли это притча. Он говорит, истину произнесет мое небо. То есть, истину можно только из глубины понять. И нечестие, мерзость для уст моих. То есть, именно поэтому ты можешь на меня положиться, что для меня злодейство это мерзость. А добро это для меня моя настоящая, как бы истинная цель. Поэтому я и иду по прямой дороге. А так как царь Соломон знал божественную мудрость. То есть, ему Бог открыл все, что Бог хочет. То мы можем ему доверять. Восьмой отрывок. И он продолжает объяснять, почему мы можем доверять тому, что здесь написано. Он говорит, по справедливости все слова моего рта. И нету в них ничего нечестного и извращенного. То есть, он говорит, моя какая цель? Я царь Израиля. То есть, царь Соломон был самый богатый человек того времени. Он построил первый храм. Это было вообще там невероятное сооружение. Весь мир приезжал смотреть. Он построил себе дворец такой, что он был там вообще чудо света. Вообще даже в современном мире ничего нельзя с этим сравнить. Теперь дальше. Дальше он женился на 700 женщин. 700 принцесс у него гарем был. Включая царицу, дочку фараона Египетского. Это как вот дочка Трампа, например. Ну, кстати, интересно, что дочка Трампа прошла дьюр и вышла замуж за еврея Джаред Кушнер. А сын Трампа, интересно, женился на еврейте. То есть, Трамп, он получается, есть такая шутка даже, что кто называется евреем, это тот, у кого внуки евреи. То есть, тот, кто сохранил свое еврейство и, ну, женился, и внука воспитал, чтобы они были, детей воспитал, чтобы они были евреями. Получается, по этому определению, как бы, да, то Трамп еврей. Потому что все его внуки евреи, это же удивительная вещь, да? То есть, сам он не еврей, вообще никакого отношения к евреям не имеет. Но его дочка прошла дьюр, вышла замуж за еврея, его сын женился на еврейте, значит, все его внуки евреи. Да, удивительно же. Да. Теперь, значит, говорит царь Соломон, который был самый мудрый, самый богатый и духовно развитый человек того времени. Он говорит, мои слова, говорит, восьмой отрывок. Он говорит, что мне в жизни искать, богатство есть, слава есть, женщины есть, все у меня есть. То есть, для меня главное теперь идти по жизни по справедливости и не сворачивать ни вправо, ни влево. То есть, пройти свой жизненный путь, не, обычно люди же как, первое время человек гонится за богатством, ему надо обеспечить себя, ему нужно, не богатство, он просто удовлетворить свои потребности, чтобы было где жить, было что кушать, была профессия, можно было жениться, родить детей там и так далее. Это первая потребность. Дальше, после того, как первая потребность удовлетворена, человек начинает искать, чтобы ему было с тем общаться. Он хочет жить в районе с теми людьми, чтобы дети учились в хорошей школе. Он начинает, это как иерархия потребностей Масло, такой был психолог. Дальше он себе сделал какой-то круг общения. Дальше он хочет в этом кругу, у него включается потребность быть лучшим в своем кругу. Это вот так вот интересно, что даже, вот ты посмотришь, любая компания собирается, все равно кто-то в ней обязательно будет лидером. Ну вот любая компания, даже там бомжи компания, у них кто-то за лидерство борется. Там, значит, бандиты, у них есть лидер группировки и лидер преступного мира. Там спортсмены, обязательно есть лидер, политика лидер. То есть в любой компании кто-то обязательно старается захватить лидерство. Это как бы следующая потребность Маслоу. Потом, когда человек уже или удовлетворил ее, или бывает не удовлетворил. Последняя потребность это самоактуализация. Это кто я, зачем я, почему я. То есть, ну, это немногие люди задают себе эти вопросы. Или когда они уже реализовали все потребности другие, или когда они выскочили из этого автоматического, как бы, механизма потребностей и задумались просто по дороге. Да, то есть, а нужно ли мне участвовать в этой гонке, в которой нельзя выиграть? У всех на финише смерть, а по ходу проигрыш. Где бы ты ни гнался, все равно у тебя в мире потребления у тебя всегда не хватает, потому что выходят все время новые предметы потребления, которые ты должен, вот только ты ездишь уже на машине, тебе уже не хватает. Стиральная машина, вышла новая модель. Одежда, вышла новая мода и так далее. Мир потребления не хватает. Мир общения, круг общения, да. Значит, человеку, он только в одном закрепился, ему обязательно хочется уже перелезть в следующий круг. То есть, это прямо, ну, видно, как, вот, мы продаем билеты на тренинге, есть стандарт, там, VIP и платинум. И человек, вначале он покупает стандарт, потом он хочет сесть в VIP, потом он из VIP хочет сесть в платинум. Потом, когда он в платинуме, он хочет индивидуально общаться с тем-то, да. То есть, это как бы бесконечная, бесконечная погоня за то, чтобы стать, ну, перейти в следующий уровень. Если ты где-то борешься за лидерство, то ты все время борешься, и какой бы ты ни был лидер, там, лидер государства, да, залез на гору Порошенко, вау, я лидер. А сейчас непонятно, он будет в тюрьме сидеть или не будет, да. И вот это вот, ну, все это бесконечная гонка. И бывает, что человек просто из нее выходит и говорит, а вообще, а кто я, зачем я в этом мире? И он сразу переходит в самоактуализацию. Так царь Шлома в восьмом отрывке, он говорит, для меня самое главное, справедливы все слова мои, нету в них никакого нечестного извращенного. Он говорит, нет смысла, нету ничего выдумывать, у меня все есть. Он говорит, послушайте, что я хочу сказать, важные вещи. И вот теперь после такого, после такого вступления, он переходит к вот этой вот главной мысли. Главная его мысль такая. Кулям нехохим лимывин, вейшарим лимоцей даат. Он говорит, все, говорит, понятно, понятно для понимающего. Он говорит, послушай, если ты разобрался, как все работает, так тебе все понятно. То есть, ты видишь все эти уловки, ты видишь, как это все работает, все тебе понятно для понимающего. Вейшарим лимоцей даат. И говорит, все прямо, прямо видно, прямо для тех, кто приобрел даат, это знание, понимание. Он говорит, смотри, ты можешь, конечно, в... Не так. Он говорит конкретную простую вещь. Он говорит, если ты стал человеком, понимающим вещь из вещи, то есть ты, у тебя появилась логика, и ты понимаешь, что если ты смотришь на рекламу, да, и видишь тетку какую-то, да, которая там улыбается, выглядит красиво, и тебе предлагают купить какую-то вещь. Он говорит, ты пойми, тетка эта, эта модель, которая сняла тысячу кадров, ей заплатили там своих пять тысяч долларов, чтобы она изобразила вот это вот выражение лица. Дальше. Это ее накрасили, перекрасили, еще сто человек профессионалов работали, чтобы сделать ее привлекательной, и по фокус-группам выбирали фотографию, чтобы попасть на... Чтобы вот просто она тебе понравилась. Дальше. Эти джинсы отшили в Китае, бедные китайские рабочие, больные коронавирусом, которые... Эти самые... Они уже там при смерти, за чашку риса, да. И теперь эти джинсы привезли тебе там, или вещи-то привезли, чтобы ты ее купил себе и отдал те деньги, за которые ты отдал там неделю, две или месяц своей жизни. Вот и вся, вся как бы картинка, это вот все, что она значит. То есть, как только человек понимает, и он видит вот эти вот, ну вот эти все закономерности, то тогда он как бы вышел на свободу. Прямы для приобретших знания и понимания, и когда человек видит весь этот мир, видит, как все борются за славу, за признание, за почет, за... И потом оказываются ни с чем. Знаете, как это была сказка у Пушкина про золотую рыбку? Как вот это вот была бабка, которая этого деда всегда посылала давай больше, давай больше, давай больше, давай больше. И он, этот дед ходил, просил у этой рыбки давай больше, давай больше, давай больше. И что? А потом бах, и опять все сидят у разбитого корыта. Нету никакого больше, нету ничего. Вот это вот как раз девятый отрывок, что все понятно, он говорит, для понимающего, и прямо для тех, кто Мацадат, который нашел вот эту вот цельную картину мира, которая вообще глобально, царь Соломон открыл цельную картину мира в другой книге, в Каэлите, Экклезиаст. Экклезиаст, это... Его была глобальная, как бы, система, что все суета-сует, все это иллюзия, и в конце он, он как бы, в Экклезиасте, он глобально разбирает смысл жизни, зачем человеку жить. Значит, у нас были уже циклы уроков по Каэлиту, по Экклезиасту, я написал, потом выпустил книгу по Экклезиасту, эти уроки в книгу вошли, можно скачать это на сайте, на сайте Ваикра, то есть, есть там, царь Соломон разобрал конкретно всю эту иллюзию. Здесь он просто говорит, что тот, кто это понимает, так для него все ясно, его уже мир этот не может зацепить и им управлять. То есть, он идет по жизни и выполняет то, что написано в Коэлите в конце, его вывод был, совдавар, в конце концов, все понятно. Это латимы, раб, бога бойся, митсватав шмор, заповедь его соблюдай, тизе коле адам, в этом весь человек, то есть, в этом суть человека в мире, зайти в этот мир, пройти этот путь и перейти в следующий уровень. И последний, десятый отрывок, последний, десятый отрывок, он говорит нам следующую вещь. Ху мусари в аль кесеф, вэдат михарут снивхар. Он говорит, возьмите лучше мои наставления, мое учение и не серебро. Вэдат михарут снивхар. Идаат познания, оно лучше, чем чистое золото. Что он имеет в виду? Человек-то, когда он целыми днями работает, трудится, кладет свою жизнь, уезжает куда-то там в непонятно куда. Ради чего он это все делает? Чтобы больше зарабатывать. Он говорит, а зачем тебе зарабатывать? Чтобы лучше себя чувствовать. Он говорит, ты никогда не будешь себя хорошо чувствовать. Ты будешь себя хорошо чувствовать, только если у тебя будет управление своим интеллектом, управление своими эмоциями, управление своей жизнью. Если ты будешь мудрый, если ты будешь понимать, что почем и как правильно жить, вот только тогда, он говорит, это лучше, чем серебро и лучше, чем золото. Поэтому, вот каждый, но как весь мир устроит, давай, сыночек, учись, 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 будешь там математика, физика, это, давай, профессия, институт, без бумажки ты букашка. И выходят такие тысячи вот этих вот стандартных студентов потом после этого института и не знают, что делать в жизни. Вообще непонятно, что делать в жизни, потому что ну и что, ну то есть в лучшем случае ты вступаешь в конкурентную борьбу с тысячами таких же стандартных студентов, которые готовили по одним программам, и ты с ними будешь всю жизнь вот так вот бороться в этих девяносто, там, девяти процентах людей, которые включены в эту систему общества потребления, особенно сейчас, когда через фейсбук, через соцсети, через гугл за каждый уже полностью оцифрован, каждый полностью понятен и каждый полностью управляем. Вот такая вот наша жизнь. Все, всем шаббат шалом, и еще раз давайте повторим последние слова царя Соломона, возьмите лучшее учение мое, а не серебро, и познание лучше, чем чистое золото. Все, значит увеличиваем познание, познание в Торе, познание в природе своей, мусар это умение управлять собой. Если человек умеет управлять собой, он будет радостный и счастливый, а если он не умеет управлять собой, так он не будет счастливым, потому что весь мир его загоняет в недостачу, в ощущение, что у тебя все не в порядке, у тебя нету машины, ты вообще не в порядке, все, у тебя нету модной одежды, ты полностью не в порядке. То есть мир все время гонит тебя, загоняет тебя, чтобы ты чувствовал себя не в порядке, а вокруг люди все недовольные, и быть счастливым, если человек не умеет управлять собой, у него нет мудрости, шансов нету. Поэтому лучше всего Тора и служение Богу. Все, всем пока, шаббат шалом, всего прекрасного, прекрасного дня!